Не досмотрели за национальным символом администрации Уральского города. Нижняя Тура штрафовали за неправильно установленный флаг Российской Федерации. Двое суток триколор над зданием мэрии висел мало того, что неправильно. Красной полосой вверх, так еще и был приспущен до половины флагштока. По закону поднимать флаг Российской Федерации не до конца. По флагштоку можно только в строго определенных случаях, в дни траура. Регулярно триколор приспускают только один раз в год, 22 июня, в память о дне нападения фашистской Германии на Советский Союз. А вешать полотнище вверх ногами в лучшем случае грубейшая ошибка, а вообще это можно воспринять и как покушение на государственный символ. В морском деле перевернутый флаг означает бедствие, это аналог сигнала СОС. Как выяснили сотрудники прокуратуры, над зданием администрации Нижней Туры триколор неправильно висел целых двое суток. В итоге суд согласился с доводами обвинителей и выписал штраф мэрии 100 тысяч рублей. Кстати, чиновники, оправдывая, заявили, что во всем виноват ветер. Это он приспустил, а потом еще, видимо, и перевернул флаг. Увы, ошибки с российским флагом, с расположением цветов случаются довольно часто. Путаница везде. Не те медали для выпускников. Сделаны тяпля праздничные билборды и плохо оформленные праздничные световые шоу. Вот лишь некоторые примеры. Как-то пользователи социальных сетей заметили, что цвета российского флага на баннере, вывещенном на здании Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, перепутаны. На снимке около надписи «ФСКН 10 лет на службе отечеству» нарисован бело-красно-синий флаг. Последовательность цветов на флаге России – белый, синий, красный. Случилось это в 2013-м. Сейчас и службы-то такой ФСКН больше нет. Кстати, летом того же года некоторые московские выпускники получили золотые медали с перевернутым триколором, который напоминал как раз флаг Сербии. Уже в этом году внимательные граждане из Петербурга заметили, что на билборде, размещенном на так называемой «Дороге жизни», нарисован не российский флаг, а штандарт протектората богемии Моравии, учрежденного Третьим Рейхом в преддверии Второй мировой войны. Чиновники, конечно, не согласны с такой точкой зрения. Им не впервой спорить с историей. По их словам, это вообще не флаг, а какая-то лента расцвечивания. Дословная цитата. Ну и вот совсем недавно ошибку допустил российский федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» в одной из передач, посвященной Евро. Во время показа расписания матчей в Леоне на предстоящем, на уже действующем чемпионате Европы футболу, напротив Украины был показан российский флаг. Скриншот, на котором запечатлена ошибка, разместил в своем аккаунте в Твиттере спортивный журналист Алексей Андронов. Возможно, кто-то так решил потроллить некогда братскую державу, но, как по мне, это совершенно не смешно.